Уроки по изучению Библии Все, кто видел фотографии событий Дня Победы, никогда не забудут запечатленное на них чувство. Закончилась Вторая мировая война. Наши войска одержали победу. Это сообщение газеты публиковали оршинными буквами. Людей охватила бурная радость. Однако спокойствие в мире очень хрупко. Гордость и эгоизм неискоренимы и всегда готовы омрачить жизнь на земле. Победа вчерашнего мира забывается в сегодняшнем кровопролитии. Если быть реалистами, приходится признать, что мира во всем мире не будет никогда. Самое большое, что мы можем сделать для достижения мира во всем мире, это следовать наставлению из первого послания Тимофею, 2 главы, 1 и 2 стихи. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Но есть другой мир, более важный, чем достигаемый соглашениями между государствами. Это мир между человеком и Богом. В послании к Ефесиным мы читаем о нем во 2 главе, в 13 и 17 стихах. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, и, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». «Такой мир содействует спокойствию, духа и совести. Такой мир приходит через союз во Христе. Он помогает нам подавлять страсти и управлять желаниями. Он дает нам силы находить радость даже в печали и является наградой, которую у нас не отнять. Это тот мир, который обещал Христос. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам». Читаем мы в 14 главе, 27 стихе Евангелия от Иоанна. Прочтем также из послания филиппийцам, 4 главы с 4 по 7 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Живущие в мирской суете отчаянно ищут мира, но не находят его. Они ищут его в материальных ценностях и удовольствиях, но возвращаются с пустыми руками. Они ищут его в интеллекте, мудрости и в восточных тренировках сознания, но и там не обретают его. Мир для живущих в миру – иллюзорная мечта. И хотя мир иллюзорен, он все-таки реальность. Мир на земле возможен. Слова Наума в 15 стихе 1 главы направляют наше внимание на мир между человеком и Богом. «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои. Исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен». Эти слова прозвучали в то время, когда Израиль мучился под гнетом ассирийского владычества. Наум возвестил угнетенным израильтянам возможность будущего мира. Правление Неневии закончилось. За свои зверства она будет осуждена. Это была весть такого же великого мира, как и в День Победы. Фраза «на горах стопы благовестника, возвещающего мир» употреблена также в книге пророка Исаии, 52 главе, 7 стихе, для возвещения прихода Мессии. «Как прекрасны», читаем мы там, «на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Павел использует тот же образ, когда пишет о радости, которую приносит Евангелие. В послании к римлянам, 10 главе, 15 стихе говорится, «И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Таким образом, в вести Наума мы находим нечто вроде Евангелия, благой вести о победе над гнетом греха, смерти и ада, а также о спасении через Иисуса Христа. Возвестив это, Наум призвал Иудею следить за приближением благовестников, праздновать свои праздники и исполнять свои обеты. Обратите внимание, как этот стих соотносится со всеми, кто сегодня ищет мира. Мир может принести всего одна весть, и Наум показывает, что в его вести кроется четыре ясно различимых истины. Живущие во грехе отчаянно ищут хотя бы проблеск доброй вести. Все вокруг них пессимистично и плохо. Впереди они видят лишь безнадежную перспективу смерти, потому что в послании к римлянам 6.23 мы читаем, «Ибо возмездие за грех смерть». Они введены в заблуждение сатаной и нуждаются в том, чтобы кто-то объяснил им Божьи истины. Читаем Деяния апостолов, 8 главу, 30 и 31 стихи. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Также прочитаем второе послание к Коринфянам, 4 главу, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Они знают, что, возможно, нечто лучшее, но не могут найти его. Такая жизнь ведет их к депрессии и унынию. Как жалок тот, кто своим существованием не распространяет благую весть. Проповедь Наума была благой вестью. Вот это выражение удивления, восклицание изумления. Он добавляет, что есть способ достижения мира. Он говорит, что есть путь, идя которым можно обрести мир. Наум возвещает, что шалом возможен. Буквально это слово означает «мир и спасение». Для пребывающих в смятении нет лучшей вести. Вот почему язычники радовались, узнавая, что Евангелие может быть адресовано и им. Мы читаем Деяние 13.48. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Каково содержание этой вести? Это весть Евангелия. Ее содержание мы находим в Первом послании к Коринфянам в 15 главе первых четырех стихах. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Прочтем из «Деяния апостолов», 16 глава, с 16 по 18 стихи. «Но встань и стань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым Я теперь посылаю тебя. А открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий со священными». Также прочтем из 2 послания Тимофею, 2 глава, с 24 по 26 стихи. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Это весть, которая примиряет человека с Богом». Читаем послание к Ефесянам, 2 главу, с 11 по 17 стихи. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Только евангельская весть может принести человеку и мир, и спасение. Бог призывает нас исследовать все вести, которые мы слышим, чтобы не доверяться лжеучителю, неспособному привести нас к миру. Деяние апостолов, 20 глава, стихи с 29 по 31. «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Великая радость ждет Израиль, когда он освободится от ассирийского рабства. Всякой печали придет конец, не будет никакого повода для страха. Это великая весть, которая несла великую радость. Радость Израиля олицетворяет тех, с чьих плеч свалилось бремя греха. Когда человек повинуется Божьему Слову, за этим всегда следует радость. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве читаем мы у псалмопевца стих 1 и 14, 118 псалма. «Темничный страж, повиновавшись Господним повелением, возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога», читаем мы в Деяниях апостолов, 16 главе, 34 стихе. Эта радость возникает потому, что Евангелие благословляет всех, кто следует его путями. Какие благословения приходят в результате повиновения? Первое благословение — это подчинение Богу, а не служение сатане. Римлянам 6, 18. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Второе благословение — это утешение после горя. «Повиновавшись, они получают утешение, ибо теперь прощены». Деяния. 2 глава, 37 и 38 стихи. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Третье благословение — уверенность, сменяющая безысходность. Колоссиным, 1 глава, стих 5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Четвертое благословение — награда бессмертия вместо вечной смерти. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. «Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Возможно ли большая радость, чем эти благословения, берущие свое начало в евангельской вести мира? Зачем отвергать эту весть и пренебрегать такими радостными следствиями? Живя во мраке ассирийского владычества, Израиль обещал кое-что исполнить, если Бог избавит народ. Бог избавил их, и теперь им нужно было исполнить свои обеты, и поэтому Наум им велит праздновать и славить Бога. Это же условие мы видим в вести об искуплении погибших. Думаю, лучше всего оно проиллюстрировано в Господней притче из Евангелия от Луки, 8 главы, с 11 по 15 стихи. Вот что значит притча «Сия». Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути — это суть слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда слушают Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Одна и та же весть, или семя, была проповедана всем, но не все приняли ее. Некоторые признавали, что Евангелие содержит великую весть, но не были заинтересованы в том, чтобы воспринять радость этой вести. Мы прочитали с вами в 12 стихе. А упавшие при пути — это суть слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Другие восприняли содержание Евангелия и готовы повиноваться и обрести радость. Они и вправду хотели мира, который оно предлагало, но не хотели исполнить его условий. Мы с вами прочитали об этом в 13 и 14 стихах. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают Слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. И, наконец, третий охотно выслушали весть, нашли радость в повиновении и стали жить в непоколебимой вере. 15 стих. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Только исполнившие это условие могли обрести истинный мир. Мысль наума ясна. Осознав трагическую силу греха и найдя ответ в Евангелии, мы не можем нарушить верности. Он просто говорит «Исполняй обеты твои». Павел велел эфессским братьям отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Послание к Ефессинам, 4 глава, с 20 по 24 стихи. Павел отмечал, что, познавая Христа, братья принимали решение жить по-другому. Если они хотели следовать Христу, то должны были измениться. Послание к Колоссинам, 2 глава, в 6 и 7 стихе говорит «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Поэтому лишь непоколебимо твердые в вере обретут дивный мир Божий. Псалом 118, стих 165. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Никогда более Осирия не будет мучить Израиль, ибо это гарантировало Божья любовь и сила. Такая гарантия делает весть мира самой удивительной вестью. Аналогичное утешение имеет и христианин. Бог обещает надежную безопасность. Мы читаем в Евангелии от Уанна, в 10 главе, 28 стихе. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Никакая другая весть не обещает такой надежной безопасности. Однако эта гарантия зависит от нашей верности ему. Христианин укрепляется Господом и могуществом силы Его, только когда облекается в христианское всеоружие, о котором мы читаем в послании к Ефесиным, в 6 главе, с 10 по 18 стихи. «Труд христианина не тщетен перед Господом, если он остается твердым, непоколебимым и всегда преуспевает в деле Господнем». 1 Коринфянам 15, 58. «Божий мир соблюдет сердца наши только в том случае, если мы будем пребывать в Его воле». Послание филиппийцам, 4 глава, стихи с 4 по 7. Эта утешающая гарантия столько раз искажалась, что ее утешение редко осознается людьми. И все же весть мира имеет удивительную гарантию. Как Израилю больше не нужно было бояться Ниневии, так и верному христианину никогда уже больше не нужно страшиться смерти и отчаяния. Мне нравятся следующие строки Элона Фостера о божественной гарантии. «Имеющий мир с Богом, вооружен до зубов, с головы до ног, одет в доспехи. Стрела может ударить в них, но не пронзить, ибо мир с Богом — такая прочная кольчуга, что палаш сатаны скорее расколется надвое, чем вознадзится в плоть. О, сделайте все, чтобы быть в мире с Богом, ибо если вы не в мире с Ним, то завтра вы вступите в бой безоружными, ногими, и помоги, Боже, человеку безоружному, когда ему придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Какая весть может быть лучше этой вести мира? Вот вам путь спасения от отчаяния и пустоты. Вот вам единственный путь спасения от смерти и освобождения от обмана сатаны. Пусть все обретут надежду в этой мысли». Именно так вдохновлял Иоанн притесняемых читателей своего откровения. «Здесь терпение, то есть твердость, святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». Откровение, 14 глава, стих 12. «Это обещание принесло большую радость тем, кто находился под гнетом Ассирии. В нашем случае это обещание предлагает утешение угнетенному духу и измученной душе. Те, кто находятся в сомнении и отчаянии, могут обрести покой. Слова Наума предлагают замечательное избавление от лукавого. Это избавление доступно всем. Мы читаем в Откровении, 22 главе, 17 стихе. «И дух и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Принимающие эту весть обретут небесный мир». Опять прочитаем из Откровения, из 5 главы, 9 и 10 стихи. «И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Слушая эту весть мира, мы должны понимать, что перед нами два пути. Встав на один путь, мы выбираем мир. Во-первых, мы можем искать мира, как это сделал Гидеон в Офре. Он построил жертвенник, и назвал его «Бог послал мир». Он последовал Божьим указаниям, и в дни Гидеона страна 40 лет жила в мире. Во-вторых, мы можем стремиться обрести мир, как это сделал Минаем много лет назад. Он дал ассирийскому царю тысячу талантов серебра, чтобы его рука была с ним, и чтобы таким образом был достигнут мир. Но он ошибся, ибо мир без Бога — это обман сатаны. Мы можем стремиться обрести мир, завоевав его своим повиновением Богу и противлением злу. Или же мы можем пытаться купить мир нарушенными обетами, лживыми словами и отрицанием Божьей воли. Весть мира зовет всех покориться в послушании. Ее содержание — добрая весть. Ее следствие приводит к радостному празднованию. Ее строгое условие охраняет ее чистоту. Ее божественная гарантия утешает кротких и смиренных сердцем. Все слайды с уроками можно найти на приложении «Капли Сота». Там добавляются регулярно новые уроки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok